как становятся мужчины этот вопрос отвечает гендерные исследования которые часто связывают с исследованием именно женщин и даже воспринимают как что-то враждебное мужчины на самом деле гендерное исследование это совсем не про то чтобы вывинять мужчин каких-то грехах чтобы отобрать мужчин побольше прав и отдать им женщины гендерное исследование занимается женскими и мужскими проблемами изучая гендерный порядок гендерные исследования показывают что на самом деле этот порядок означает довольно жесткие рамки поведения и для мужчин и для женщин то есть это палка о двух концах которая создает проблемы каждому индивидуальному человеку который не совсем вписывается в эти жесткие гендерные ранки. Итак, что же такое мужчина? Ну, на первый взгляд, это такое биологическое существо, обладающее определенными половыми признаками. Но ведь этого совершенно недостаточно. От мужчины всегда требуется не просто обладать половыми признаками, но демонстрировать некое специальное мужское поведение. Ну вот, например, как поется известная песня группы Ленинград, которая так и называется «Дикий мужчина». Там есть такие слова «Да, ты права, я дикий мужчина, яйца, табак, перегар, щетина». Ну вот даже из этой строчки мы видим, как тесно в определении того, что такое мужчина, в данном случае дикий мужчина, сплетаются биологические признаки и социальные. То есть для того, чтобы быть мужчиной, недостаточно обладать яйцами и щетиной. Хотя уже щетина – это результат определенной социальной работы, работы над собой, потому что щетина все-таки не порода, значит, обладатель ее хотя бы иногда бреется. Нам нужно еще табак и перегар, то есть свойства некоторого мужского поведения. Не обязательно быть мужчиной вот такого плана, диким мужчиной, но какой-то тип мужского поведения надо демонстрировать обязательно. Вот если эту мысль сформулировать более романтически, можно вспомнить слова, стихи известного советского поэта Николая Тихонова, который так написал. «Чтобы стать мужчиной, мало им родиться. Как стать железом, мало быть родой. Ты должен переплавиться, разбиться и, как руда, пожертвовать собой». Здесь это сформулировано очень романтически, но смысл тот же самый. Мужчиной родиться малой, мужчиной надо становиться, свою мужественность надо доказывать. «Два наряда». «За что?» «Меня. Это я». «По перестань мямлить. Изволь вырабатывать громкий командный голос. Докладывай». «Опоздал я». «Куда?» «Из увольнения». «Так. Интересно знать, где же ты шлялся. Ну чего молчишь, как сыч, отвечай». «Легемота, смотри». И действительно, с самого детства перед мальчиками стоит определенный вызов – вести себя так, как положено мальчикам, будущим мужчине. И если мальчик будет отклоняться от этой линии поведения, то он столкнется с серьезным неодобрением. С гораздо более серьезным неодобрением, чем девочка, если она будет вести себя как мальчик. Более того, если девочка будет играть с мальчиками, если она будет играть, например, в футбол, участвовать в каких-то проказах мальчишеских, если она назовет настоящий парень, то до поры до времени это комплимент. Это не будет беспокоить ее родителей, которые будут думать о том, что девочка растет с хорошими лидерскими качествами, а потом, как положено, будет интересоваться уже нарядами и кавалерами. Вот если мальчика назовут девочкой, то ведешь себя как девочка, то вот в этой фразе будет очень сильное осуждение, потому что мальчик себе ни в коем случае так вести не должен. Таким образом, мальчики и девочки вырастают с пониманием того, что мужское и женское поведение имеют разные смыслы, по-разному маркируются. Мужское поведение, оно более престижное, оно более ведет к успеху. Но и так на протяжении всей жизни мужчине предстоит доказывать, что он мужчина, что он не женщина. И вообще мужское поведение, мускулиность, оно всегда обозначается как нечто противоположное женскому поведению и фемийности. Только в этом соотношении эти понятия имеют смысл. Что такое мускулиность таким образом? Мускулиность – это определенный набор практик и представлений, которые отвечают на вопрос о том, что значит быть правильным мужчиной в данное время, в данном социальном окружении, то есть отвечать определенным социальным ожиданиям. Мускулиность всегда подразумевает стремление к успеху. Собственно, те качества, которые в обществе маркируются как маскулинные, это те качества, которые ведут к успеху в обществе, основанном на конкуренции. Более того, есть определенные социальные напряжения между теми моделями успеха, которые существуют для людей разных классов. Например, для того, чтобы преуспеть в современном обществе, нужно хорошо учиться, нужно обладать определенными знаниями, определенной экспертизой. Хорошо учиться – значит быть отличником, ботаником. И это свойства, которые не приветствуются в классе. Довольно часто приветствуется совсем другое поведение, более мускулинное, непокорное, более лидерские качества, которые опять-таки в жизни потом могут не пригодиться. Они могут данному мужчине только помешать, потому что все лидерами быть не могут. В разных социальных группах те мужские качества, которым должен обладать мужчина в идеале, активность, агрессивность, стремление к лидерству, они также могут оказаться неуместными. Например, если мы говорим о рабочем, над кем он будет лидировать, над кем он будет доминировать? Над товарищем по цеху? Они этого не поймут. Детали, которые он обрабатывает, это не нужно. Таким образом, вот это стремление к самоутверждению не будет иметь выхода у него на работе. Остается самоутверждаться в досуговых практиках в своей семье, что часто ведет к конфликтам и агрессивному, несбалансированному поведению. Субтитры создавал DimaTorzok